То есть я слышал о некоторых таких ребятах, как Иоанн Креститель. Он Креститель. Позже узнал, что он еврей. Святой Павел, еврей. Да, еврей. Святой Петр. Может ли кто-то с именем Святой Петр быть евреем? Знаете что, я узнал, что все они евреи. Я вырос в Филадельфии, в еврейском районе. На другой стороне улицы жили в основном не евреи. Ох, бедные язычники, они хотят поплоняться статуям. У некоторых были статуи на лужайках во дворах. В возрасте 8 лет я вступил в ряды младшей дружины бойскаутов. Тогда у них был и, возможно, и сегодня есть, журнал. Он назывался «Бойс Лайф. Жизнь мальчиков». И в том журнале была инструкция, как сделать радио на пьезоэлектрических элементах. Я был так взволнован. Я будто был на небесах с этим работающим радио. Я спешил домой из школы и надевал наушники. Я слышал людей, разговаривающих об Иисусе на коротких волнах. Это было что-то вроде «Во имя Иисуса». В то же время я готовился к бармитцове, и мой рабин сказал мне, «Никогда не верь в Иисуса и никогда не читай Новый Завет». Это книга язычников и Иисус для язычников. Я вступил в военно-морские силы в 1960 году и попал на Муштрус еще четырьмя сотнями парней. Это первый раз в моей жизни, когда я был далеко от матери и отца. Они научили меня курить сигареты, знаете. И я кашлял, как ненормальный. Говорили, настоящие моряки пьют виски. Да, оно же жгло мне горло. Я делал это только потому, что хотел быть настоящим моряком. Каждую ночь я напивался, я встречался с женщинами, чего не должен, мол, делать. Что-то глубоко внутри меня, чего я никогда не говорил вслух. «Приятель, это неправильно. Что-то здесь не так. Это кажется неправильным». Знаете, когда ты вступаешь в военно-морской флот, я не знаю, делают ли так сейчас, но это было в 60-м. Мы были голые, остриженные, потом стояли в очереди, чтобы получить свою форму. В конце очереди спрашивали, католик, протестант или еврей. И они давали тебе Библию. Мне выдали Танах, у меня было мое маленькое еврейское писание. Я не знаю, что вы делаете со своей Библией. Я думал, знаете, это должно быть как лапка кроли, каталисман на удачу. Или, может, как куриный суп моей бабушки. Каждый раз, когда я болел, бабушка говорила, «Поешь немного супа с мацой, поешь немного куриного супа». Я говорил, это поможет. Она говорила, не помешает. Хорошо, теперь у меня была Библия, она поможет. Она не помешает, понимаете? Один из моряков, которые были со мной в ВМС, сказал, «Ты еврей, правда?» Я сказал, «Да. У тебя есть Библия?» Я сказал, «Конечно, у меня есть Библия». Они дали ее мне, когда я вступил. Он сказал, «Покажи мне свою Библию». И он открыл мою Библию на 53-й главе Исаии. И он сказал, «Вот, прочитай это». Я прочитал всю 53-ю главу Исаии и сказал, «Минуточку, это похоже на этих людей с другой стороны улицы. Это похоже на язычников». Это звучало как то, что я слышал на коротких волнах. Они ошиблись, они дали мне Новый Завет. «А, мой рабин говорил мне никогда не читать Новый Завет. Лучше ты забери это, потому что это для тебя. Это не моя Библия». Он сказал, «Нет, нет, смотри, еврейская издательская компания». «Еврейская издательская компания?» «Что это? Сумасшествие!» «Что Иисус делает в моей Библии?» Он сказал, «Ну, Он твой Мессия». Он мой Мессия? Я был в шоке. Он сказал, «Ты хотел бы прочитать об этом в Новом Завете?» Я ответил, «Ну, я не могу читать Новый Завет, потому что мой рабин сказал никогда не читать Новый Завет». Он посмотрел вокруг, туда и сюда, и сказал, «Я заключу с тобой сделку. Если ты не скажешь своему раввину, что читал Новый Завет, я тоже ему не скажу». Я подумал об этом в минутку и сказал, «Окей». Но я боялся, я думал, что меня ударит молния. Я действительно думал, что меня ударит молния. Я ожидал, что это будет языческая книга. Я думал, что действия в ней происходят в Риме с компанией Пап, разговаривающих о католических штучках и статуях. Что меня удивило, так это то, насколько еврейским является Новый Завет на самом деле. Это самая еврейская книга, которую я когда-либо читал. Чем больше я читал Писание, чем больше я молился, я понял, что внутри был нечистым. Внутри меня были все виды гнева. Я напивался каждую ночь. Я встречался с женщинами. Я курил по три пачки сигарет без фильтра и кашлял, как сумасшедший. Я притворялся, что мне это нравится. Я не хотел больше притворяться, я не хотел больше так жить. И вот три часа утра. Я в бараках, в больших бараках. И я с головой накрыт одеялом, и над Новым Заветом светится свет. И я молился. «Баруха та Адунай, Аллахейн и Меллахалам, Господь, Иисус, я здесь, я хочу поверить в Тебя». И я пошел спать. 16 мая 1961 года я пришел к вере в Мессию. Это очень важный момент в моей жизни. Момент, который всецело и полностью изменил и революционизировал мою жизнь. И даже если бы я был самым последним человеком, Иисус все равно бы умер за меня. И я полностью уверен, что когда умру, я буду с Ним.